Привет студент! Пока осенние ветра поют о предстоящем не первокурсника, а погода удивляет нас каждый день, я расскажу о тебе новостях студенчества. В эфире Универ Ньюс и с тобой я, Оскар Галимов. Поехали! Их диагноз – инстамания. Девушки из соцсетей повлияли на мужское сознание. 25 лет работы. Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в торжественном заседании Академии наук Татарстана. Академия наук Татарстана исполнилась 25 лет. В торжественном собрании приняли участие первый президент Татарстана Ментимир Шаймиев, ректор КФУ Ильшат Гафуров, виза-президенты и президенты Академии наук разных стран. Как отметил свой юбилей Академии наук Татарстана, расскажет Анна Глазунова. В пятницу свое 25-летие отметила Академия наук Татарстана. На торжественном собрании собрались ученые, представители исполнительной власти и общественные деятели. Поздравить гостей и участников встречи приехал ректор КФУ Ильшат Гафуров, президенты и вице-президенты Академии наук Азербайджана, Румынии, Туркменистана, Киргизии и других стран. На встрече присутствовал и первый президент Татарстана Ментимир Шаймиев. Именно он 30 сентября 1991 года подписал указ о создании Академии наук Республики Татарстан. В настоящее время в Академии 6 научно-исследовательских институтов. На встрече рассказали о деятельности научных институтов и центров Академии наук Татарстана. В связи с празднованием 25-летия Академии наук ряд сотрудников были удостоены ведомственных наград. От кого-то отметили благодарностью президента Республики Татарстан, а 49 сотрудникам была объявлена благодарность президента Академии. За эти 25 лет была проделана серьезная работа с сотрудниками Академии наук. В числе наиболее масштабных проектов Академии, завершение издания собраний сочинений Гаяза и Схаки, создание татарской энциклопедии, исследования в области татарской филологии и другое. А теперь пришло время самых ярких новостей Рунета. В эфире рубрика Веб-Ньюс. Рубин проиграл в Краснодаре. Единственный гол в матче забил Ари. Более 2000 челнинцев приняли участие в республиканской акции «День посадки леса». Всего было высажено 3 110 деревьев и кустарников. Танки в городе. Казань примет российский суперфинал World of Tanks. В столице Татарстана приедут 4 лучшие команды. За 8 месяцев 2016 года Казань посетили 2 миллиона туристов. В текущем году в столице республики открылись 2 новые гостиницы и 32 хостела. 4 октября жители Казани напишут всероссийский диктант по этнографии. Участником образовательной акции может стать любой желающий. Завершился первый казанский полумарафон. На соревнования приехали полторы тысячи спортсменов. Ученые КФУ обнаружили у татар генетическую особенность, затрудняющую выявление предрасположенности к раку. Так как в Татарстане проживает всего около 36% всех татар, живущих в России, есть необходимость выхода исследования на федеральный уровень. Казань стала первой в списке красивейших мест в России, куда стоит съездить. Рейтинг составили специалисты системы веб-поиска информации о воздушных перевозках SkyScanner. Авторы отмечают, что в Казани восток встречается с западом. Татарстан стал больше обеспечивать себя собственным продовольствием. Доля мяса и молока из других регионов снижается, а ввоз крупы и овощей растет. Россия заняла 9 место в топ-20 стран мира по затратам на научные исследования и разработки с показателем 40,5 миллиардов. Наша страна разместилась между Великобританией и Бразилией. В борьбе за авторитет все средства хороши. Выпускница Института психологии и образования КФУ разобралась, как следует использовать социальную сеть для неподдельного влияния на окружающих. Смотрим. Говорят, что мужчины намеков не понимают. И женщины напрасно тратят время, пытаясь завуалированно добиться от своих спутников того, чего они хотят. Алена Иванова заявляет, что это не так. Почему бы нет? Почему в взаимоотношениях не использовать что-то дополнительное? Многим сложно говорить что-то в лицо, многим проще написать смс-ку. А многие вообще не хотят, предположим, появляться. Они хотят быть гордыми, оставаться гордыми и при этом что-то показать человеку. Им Инстаграм дает эту возможность. Ты можешь в любой момент выложить фотографию, и твои подписчики это увидят. И вот как на нашем примере мужчин, это можно задействовать, спровоцировать на какие-то дальнейшие действия. Как правило, большинство людей заходят в социальную сеть ежемесячно, а скорее всего, даже ежедневно. Молодой специалист утверждает, что девушки особенно склонны к применению невербального воздействия на противоположный пол при помощи фото, лайков и комментариев. Особой популярностью у девушек пользуются фото в заведениях. Или демонстрация особенно яркого образа, прекрасно осознавая, что все это вызовет у партнера целую палитру эмоций. А зачем? Ответ прост. Чтобы сподвигнуть его на контакт. Был интересный такой момент, что девушка гуляла с своим парнем по торговому центру, она себя неважно чувствовала, и ей захотелось, чтобы он ей что-нибудь купил. И в этот момент она зашла в уборную, и сделала фотографию в зеркало, и подписала, что лучшее лекарство – это давай мы что-нибудь тебе купим. И, собственно, это сподвигло ее молодого человека ей что-нибудь купить, потому что она выложила это в Инстаграм, и на следующий день она получила то, что хотела. Алена не скрывает, что во время исследования ей встречалось немало смешных и даже абсурдных случаев. Однако смех смехом, но подобный вид манипуляции может в любой момент перерасти в настоящую инстаманию. Судя по моему исследованию, я когда брала интервью у лица мужского, так и женского пола, абсолютно все утверждали, что они используют Инстаграм ежедневно. Не обязательно они выкладывают фотографию каждый день, но каждый день они просматривают ленту новостную, они смотрят различные паблики, в которых какие-то рецепты. Фотографии красивых людей, которые занимаются спортом, и, конечно же, они смотрят на своих друзей, наблюдают за тем, кто кому ставит лайки, кто кому ставит комментарии. С точки зрения психологии данный способ взаимодействия не является чем-то преступным. Более того, он считается довольно эффективным и хорошо помогает решать конфликты. Обратите внимание на свое окружение, и наверняка вы найдете немалое количество виртуальных манипуляторов. Кстати, не исключено, что таким человеком являетесь. И вы сами. Аделя Мухаммедовична Ленартов Литьяров, Универньюз. Вся республика следит за ажиотажем вокруг голосования за дизайн будущих банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Казань уже в тройке победителей, и мы собрали самые яркие необычные фотографии с будущими банкнотами. 28 июня в России началось масштабное голосование за дизайн будущих банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Два этапа голосования уже позади, и Казань вошла в десятку самых популярных городов. А КФУ и Казанский Кремль стали символами города. Остался последний и самый напряженный этап голосования. Каждый день вперед вырывается то один, то другой город. Казань уже нанимала первую строчку в голосовании, но сейчас теряет свои позиции. Однако горожане, а также жители всего Татарстана, известные личности страны, не прекращают поддерживать Казань разнообразными способами. Самым громким мероприятием был фестиваль 200 Казань, когда на Кремлевской набережной состоялось грандиозное шоу с выступлением КВНчиков, байкеров, массовым запуском воздушных шаров, неба и салютом. В городах Татарстана проводится масштабная флешмоба с построением фигуры 200. Студенты КФУ заполонили соцсети фотографиями с банкнотами. В день открытых дверей Центробанка активисты провели настоящую концертную программу в поддержку казанских символов. Выступали фокусники, саксофонисты, провели даже барабанное шоу. В этот же день банкнота с изображением Кремля побывала на самой высокой точке России и Европы на горе Эльбрус. Такие известные личности, как британский каскадер Терри Грант и певица Максим Алексей Воробьев поддерживают Казань фотографиями и комментариями на своих официальных пабликах. Участвуй ты в финальном этапе отбора и голосуй за любимые символы. Окончательные итоги будут подведены 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия-1». А на этом все. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе последних событий. С тобой был Оскар Галимов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!